Здравствуйте! Это программа «Жизнь замечательных людей». Меня зовут Александр Гаврилов. Жизни замечательных людей всегда изучены досконально, хотя биографы ищут в них белые пятна, найдя, закрашивают на свой вкус. Но наша задача – пробраться к изначальному красочному слою, найти подлинный портрет героя. Сегодня мы станем пытаться разглядеть истинные черты Антона Павловича Чехова. Законный муж медицины и пылкий любовник литературы. Экстравагантный человек без телезенки с пятью десятками имен. От Антоша Чеханте до Гайки номер 9. Красавец Эфат, которого без устали преследовал целый отряд поклонниц Антоновок. Базаров русской литературы и Анти Толстой, умевший в двух предложениях изложить суть многотомного романа. Обожаемый собеседник всех уголовников Сахалина, жавший золотую ручку знаменитой бандитке. Ребенок без детства, лихо обвешивающий заходивших в лавку отца покупателей. Театральный новатор и предвестник французской драмы абсурда. Прожженный циник и жизнелюб, чьи лихие пистолярные верши нещадно вымарывались из печати фиолетовыми чернилами. Улыбающийся человек в пенсне, поравнявший трагедию с комедией и вручивший заряженное ружье каждому театральному режиссеру 20 века. Такой лихой выходит портрет, не вполне похожий на то, к чему мы привыкли со средней школы. Давайте пытаться разбираться, что такое Чехов на самом деле. С помощью моих гостей сегодня в студии Алевтин Павловна Кузичева, автор книг о Чехове, автор изданной в серии ЖЗЛ биографии Чехова, автор замечательной книги «Биография семьи Чеховой» в широком контексте, представляющем нашего героя. И журналист, публицист, автор книжки «Нежная душа в большой мере о вишневом саде» Александр Ильич Минкин. Здрасте. Здрасте. Что из того, что прозвучало «правда, что неправда»? Обожаемый собеседник всех уголовников Сахалина. Правда, не правда? Правда. Только насчет обожаемой, не знаю, но собеседник всех, да, на Сахалине провел перепись и поговорил со многими, очень многими, практически с каждым, кого переписывал. Красавец и Фат, которого без устали преследовал целый отряд поклонниц. Как насчет Красавца и Фата? Я не особенно вслушивался, потому что биографии очень сомнительны всегда, но действительно поклонниц у него было много. У знаменитых писателей это нормально. И до ныне? И до ныне. Ну, писатели сейчас все-таки и знаменитые, мне кажется. Ну, и вот, значит, у них много поклонниц. Но не такие красавцы. А он красавец? Очень. Вот все-таки как-то в детстве мы так привыкаем к этому портрету такого... Да, сагбинного, худого, пенсне, да, с придетшими волосами. Такого какого-то щуплого, я бы сказал. Он был, конечно, мужик в этом смысле очень бодрый и в путешествиях не отказывал себе в знакомствах с местными достопримечательностями и в Японии, и на Сейлоне, и к другу. Достопримечательностями в смысле... В смысле публичных домов, я имею в виду. В смысле публичных домов. Вот. Но мне кажется, что... И давайте попробуем сразу это сказать. Что для нас Чехов не означает ходок по... и так далее. А для нас Чехов — это писатель. И интерес нас, нас, он... У нас интерес к нему как к писателю. А если кто интересуется постельными историями, то, мне кажется, это не от большого ума. Александр, не соглашусь. Не потому, чтобы я интересовался от своего, уж сколько есть ума, постельными историями, а потому, что мне кажется, что тот образ Чехова, который навязывается средней школой, где, в общем, абсолютное большинство наших сограждан последний раз встречаются с Чеховым, как писателем, так и человеком. Вот этот образ человека замкнутого, человека предельно рафинированного, бесконечно борющегося с пошлостью во всех ее формах, с какого-то такого аристократического высока, да? Вот этот образ существенно обедняет и литературную сторону творчества. — Ничего подобного. Значит, мы с вами будем ругаться здесь до самого конца, до конца передачи я не веду. Но я вам хочу сказать, это подход, на мой взгляд, это заблуждение большое. Мы ничего не знаем, во всех случаях я ничего не знаю про любовниц Шекспира. Это мне не мешает с огромным интересом смотреть Гамлета, Лира, Макбета и так далее, и так далее. Ну, ничего мы не знаем про его личную жизнь, почти ничего. А интерес всего мира вызывают его пьесы. Интерес всего мира, а Чехов, по-моему, на втором месте по числу постановок в мире после Шекспира. А может, писал бы по-английски, так был бы и на первом. — Ты она. — Вот. Так вот, значит, легко мы обходимся, ничего не зная о личной жизни Шекспира, потому что для нас важны его пьесы. И то же самое про Чехов. — Понимаю. — Какая вам разница, торговал он в лавке или нет? Только тексты имеют значение. — Напоминаю, мы в прямом эфире. Звоните, пожалуйста, в студию, присоединяйтесь к нашему спору. Давайте прямо так сформулируем. Кто прав? — Но тут есть одно обстояние. — Имеет ли значение то, какой человек написал книжки, для того, как мы эти книжки читаем? — Кто был любовницей Гомера? — Простите. Давайте спросим. Уважаемый публика, а кто был любовницей Гомера? Нет? Ничего? Гомер существует? — Хорошо же. — Вы знаете, но есть одно обстоятельство, очень существенное. Есть письма Чехова, есть записные книжки Чехова, есть не отрывочные, но все-таки дневниковые записи Чехова. И вот это, то, что уже введено, и существует, и это читают, это издают, конечно, существенно меняет наше представление о том, как взаимосвязана личность и творчество Чехова. — У нас нет письма, записных книжек Шекспира. Ну и что? Что же нам теперь забыть про письма из записных книжек Чехова? — И второе обстоятельство. Вы знаете, согласитесь ли вы со мной, мои уважаемые собеседники, мы так бедны крупными личностями, я имею в виду сейчас литературный мир, что вот этот интерес к личности Чехова, который начался еще при его жизни и длится до сих пор, причем со всеми знаками, с минусами, с плюсами, с обвинениями, с самыми серьезными и даже чудовищными, до восторгов, они о чем-то говорят. Почему? Почему столько лет прошло? И мы сейчас с вами выходим за рамки. — А личность Чехова продолжает тревожить. — У нас, кстати, есть уже звонок. Прошу прощения. Задавайте вопрос, только побыстрее, потому что, видите, уже... — Я с Семеном, и у меня такой вопрос. Стыдился ли Чехов по экрану рассказов, которые писал в молодости по нужде? — Не разобрал вопрос. — Я ничего не понял. Еще раз. — Ага. Стыдился ли Антон Павлович Чехов своих рассказов, которые писал в молодости по нужде? Исключительно ради заработка? — Никогда. — Давайте вообще... — Они были несовершенны, как «Ну и что?» — Знаете, мне не положено, как ведущему, конечно, вдаваться в такие сантименты. — Он ответил сам на этот вопрос. — Я помню, когда вышло вот это голубенькое полное собрание сочинений и писем, и я начал насквозь читать ранние чехантошные тома, где вот как раз эти какие-то удивительные... Обеды будильника, суп с начинкой, компот с начинкой, все, какая-то бесконечная билиберда. И я помню, какое это было огромное счастье читать подряд эти ерундовые тексты, потому что, ну, мне казалось, что в них звучит голос очень свободного человека, очень легкого, очень живого. — Ну, он писал в основном, мне кажется, он писал тогда для заработка, не имея никаких высоких... — Соображений. — Помышлений. — Высоких помышлений, да. Это изменилось постепенно, и он стал совершенно по-другому писать. Его текст изменился, его фразы, его лексика изменилась сильно, очень сильно. Ну, и вот, то же самое, как есть юношеские стихи Пушкина, и можно молиться на полное собрание сочинений, но, тем не менее, ранние стихи, лицейские, ну, есть и есть. А не было бы, так и не было бы. Никто бы ничего бы и не заметил даже. — И еще, уезжая на Сахалин, это факт общеизвестный, на него часто обращают внимание, помните, он был обижен, оскорблен библиографической заметкой в журнале «Русская мысль», где его назвали певцом и философом индифферентизма и так далее. — Сумерик. — Да, и он ответил гневным, редким в эпистолярном наследстве Чехова письмом, и там есть строчки. Я много писал, я сейчас цитирую, естественно, недословно, но по сути близко очень, что, да, много было, может быть, и глупого, может быть, и такого, но зато он не отказывается ни от одной своей строки, ему не стыдно за то, что он писал. Вот это есть, это 90-е годы. — Да вы сейчас... — Еще звонок. Вот смотрите, Чехов на самом деле цепляет людей. Алло, здравствуйте, представьтесь, сразу задавайте вопрос, пожалуйста. — Здравствуйте. Меня зовут Владимир, мне 68 лет, спасибо за передачу, я очень рад услышать очень много здесь об Антон Паучи, но неважно, о ком бы мы говорили, никогда не соглашусь с тем мнением, что можно узнать все подноготное того или иного великого писателя, музыканта и так далее. Для меня главное, чтобы была хорошая литература, было хорошее произведение, было хорошее произведение. — Александр, это ваши перетянулись. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Вот как раз я хотел об этом сказать. Действительно, есть огромное эпистолярное наследие Чехова. Письма. Эти письма очень разные. Письма к Суворину, где о литературе, о быте и даже о политике иногда читать очень интересно и о путешественных олимах. Но есть, например, письма к жене, которые, мне кажется, лучше бы не читать. То же самое, как я вам хочу сказать. Не рад я, что в свое время прочел письма Достоевского к жене. Вот лучше бы я без этого обошелся. И есть простой принцип. У меня он сформулировался как-то однажды сам. Я его не выдумывал. Когда начинается вот этот разговор, а что в биографии, а что... Пожалуйста, выше пояса сколько угодно. Вот то, что в голове и в душе... Пожалуйста. Но все письма-то пишутся точно выше пояса? Нет. Есть письма интимные. Письма интимные читать. То есть, когда Чехов пишет письмо жене, называя ее крокодилом души моей, то это... Ну, во-первых, это не так уж смешно. Не творчество. Да, это ничего... Вот его эти словечки собака, крокодил и так далее не такой уж большой юмор. Это интимные словечки. Мог бы зайчик, рыбка написать, ничего бы от этого не изменилось. Но когда он... Слушайте, но подождите. Зайчиками все называют своих женщин крокодилами редко. Почему? Мне кажется, что... Да не надо туда лезть. Не надо лезть в спальню. Ни к Пушкину, ни к Чехову, ни к кому. Не надо лезть в спальню. Если это кому-то непонятно, то ничего с этим не поделаешь. Есть люди, которым Высоцкий, как песни, неинтересен. А вот что он пил? И был ли он наркоманом? Вот это их занимает. Мне кажется, что это уроды. Ну, вот такое мое мнение об этих уродах. У них может быть мнение, что я дурак. Ну, и на здоровье. И наш слушатель, который сказал о том, что, конечно, нельзя узнать никакой подноготный, но прежде всего не надо ставить себе такую задачу непременно всю подноготную. Что значит всю? Вот могу Вам сказать, что если биограф принимается за биографию и он уверен, что он вот все-все поймет и узнает, это провал сразу. Это неудача. Потому что нормальный человек понимает, не узнает, не поймет. Более того, не знаю, согласитесь ли Вы со мной, но любая биография, даже самая основательная, фундаментальная, основанная на фактических данных, она, не знаю, больше или меньше в каком соотношении, но рассказывает об авторе биографии. Об авторе биографии. Ну, давайте вернемся все-таки к Чехову. Мне, все-таки, мне кажется действительно важным, ну, откуда он взялся? Что это был за человек? Взялся он из России и из провинции. Но вот детали биографии, безусловно, отражаются в творчестве писателей, в том числе и Чехова. Он же не с Луны свалился, я сказал, из России. Вот. Я обратил на это внимание, когда, особенно ужасно это было заметить, когда я наткнулся на такую, случайно, наткнулся на такую вещь. В пьесе «Вишневый сад». Лопахин, молодой и преуспевающий купец. В первой же реплике с этого начинается «Вишневый сад». Купец Лопахин, еще никого нет, аристократов. Ожидая приезда Раневской, разговаривает с горничной, с чужой горничной. И начинает ей рассказывать, как его, когда он был мальчиком, отец ударил по лицу кулаком, кровь пошла, и Раневская его умыла, сказала, не плачь, мужичок, свадьба заживет. Вообще-то говоря, рассказывает чужой горничной, как его бил в детстве отец по морде, это занятие странное. Очень русское, мне кажется. Если бы не одно обстоятельство, Александр, он ей рассказывает или себе? Ей. На сцене два человека. А вы, что это не себе? Послушайте, Чехов не затруднился бы сделать монолог, убрал бы горничную за сцену. Так вот, через некоторое время, когда все на сцене, и Раневская, ее брат Гаев, он говорит вообще жуткие слова. Он говорит, «Мой отец был идиот, ничего меня не учил, только бил, и все палкой». Рассказывать такие вещи про себя очень странно. И это второй раз. А когда Лопахин купил вишневый сад, он говорит, «Если бы мой отец и дед встали из гробов и посмотрели, как Ермолай, битый Ермолай, он третий раз говорит о том, что его били». И это Чехов, который начинал с того, что писал очень короткие рассказы, и не просто маленькие, а ему надо было вписаться в объем. Вот сто строк. Поэтому повторы исключены. И когда человек... Это значит, что он старательно эту тему нагнетает. И когда ничего он не нагнетает. Но скорее проговаривается. Он проговаривается. Он, как только Лопахин у него волнуется, так он говорит, как его били в детстве. И вот, когда ты на это натыкаешься, Ты понимаешь, каким было детство Чехова? Это написано в письмах. К сожалению, написано так, что я бы эти письма... К сожалению, я имею в виду ужасные вещи написаны. И написаны так, что вот это бы надо в учебники школьные включать. Потому что там он пишет, какой ужас они с братом переживали, когда отец издевался над ними и над их матерью. Да. Это написано с такой силой, что мне кажется, люди стали бы в своих семьях вести себя получше. Перестали бы унижать и бить детей. Перестали бы унижать и бить жен. Или сделали бы это меньше. Вот это письмо безусловно. Архи важно. А какая разница? Вот съезжаю опять. Ну, с кем он и где на Цейлоне чего делал? Нет, ну так давайте говорить о том, что важно. Отец, если я правильно помню, в Таганроге держал лавку колониальных товаров, да? Чай, кофе, но у него в лавке все было. И чай, и кофе, и керосин. Лавка, это если я ничего не путаю, прогорела и они объединили... Не лавка прогорела, а он просто был человеком, как, опять же, вот в том самом письме, о котором говорит Александр, он характеризует и отца, что мой отец до конца своей жизни остался человеком среднего полета. Это еще Антон Павлович так чуть-чуть завысил. А он был никакой торговец, никакой купец, увлекался он своим регенством, то есть дирижировал хором в церкви, увлекался чтением божественных книг и, в общем-то, этим ему и надо было заниматься. И он построил так свой дом, единственный, последний, что подрядчика его обманул и он оказался в плену огромных долгов по тому времени. Все. Ему грозила долговая яма и он бежал из города. Это сколько было лет в этот момент... Антона Павловича было 15 лет. Чехов потом содержал всю семью? 15 лет. Вся семья уезжает в Москву. Чехов остается одним мальчиком-гимназистом. Он должен содержать себя сам. Он должен посылать в Москву какие-никакие не деньги. Он должен продавать имущество. Он должен еще взимать долги из тех, кто должен самому Павлу Горьевичу небольшие суммы. И он живет вот таким образом. Дает уроки. Да, дает уроки. И он при этом всем, при всем оставаясь подростком, оставаясь молодым человеком. Слушайте, я как-то никогда не задумывался, что он был, что в самый тот момент, когда формируется тяжелее тяжелее. Тяжелее тяжелее время нагрузки. Ужасное. Ужасное. Он никогда не мог этого забыть. Ни на одну секунду. Почему я и говорю, в школе надо печатать. Потому что дети всю жизнь помнят, как их били. Всю жизнь. Только они об этом не говорят, как купец Лопахин. У нас, говорят, был звонок. Не сорвался ли? Да. Алло, спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, сразу задавайте вопрос. Добрый день. Это Юрий Залова беспокоит. Но мы все хорошо знаем, какой гигантский путь Чехов пошел. Как личность, как писатель, как драматург от осколков до лишнего сада. Я себе часто задаю вопрос. А с кем бы он был в 1917 году, если бы не ушел в 2004? Интересный вопрос. Вы знаете, он точно бы не был с большевиками. Успокойтесь, пожалуйста. Он дал ответ на этот вопрос, если иметь в виду социалистов. Он однажды написал Суворину в связи с выступлениями во время холеры и голода, что он первый бы отнесся с презрением к социалистам, если бы действительно вот их призывы, их прокламации привели бы к тому, к чему они могли привести. Это и есть письмо к Суворину. Он, вы знаете, с большим, это уже тоже известно, с большой иронией, скепсисом относился к либеральным говорунам. Это тоже известно. Не только к говорунам. Знаменитое это посещение Морозовской больницы, да, дескать, просвещенный купец, миллионщик, заигрывает с революцией, а сортир не чист, фельдшер вор, в аптеке ничего, кроме карболки. Мне кажется, что вообще сама вот эта идея таких левых преобразований, тогда столь модная, как и все другие модные идеи, они его не очаровывали. Ему было всегда очень жаль людей, вот просто людей. И я думаю, что если бы его просто не убили случайно, то он бы, как Короленко, писал бы Ленину о каких-то ужасах, творимых новой власти в провинции. Ну, как от Пищи Кароленко особенной пользы не произошло. И в конце концов, либо он бы помер, либо его бы убили, либо его бы посадили на пароход. Вот. Потому что та власть, которая пришла в 1917 году, ей человеколюбие было не просто чуждо, оно было ей непонятно. И в этом смысле Чехов был бы непонятно. Он был бы либо терпим, либо вреден. Вот и все. Ну, как бы он реагировал, допустим, на какие-то несправедливости, если даже такая не страшная несправедливость, как отмена выборов Горького в Академию вызвала с его стороны поступок и Короленко. Два человека, которые отказались, сложили с себя звание академиков. Написав письмо Давайте напомним, Литературная Академия отвергла... Да, Литературная Академия, просто Академия Наук. Нет, она сначала избрала Горького, в том числе и Чехов, и Короленко, за это голосовали. Потом та же Академия Наук, естественно, не сама по себе, а потому что это было свыше, она отменила это решение. И Чехов и Короленко только два человека. Обменявшись на этот счет письмами, а потом даже и увидевшись в Ялте, оба отказались от этого звания, и Чехов написал, моя совесть, у него все время моя совесть не может примириться с этой несправедливостью. Я выбирал, и я же отказался. Нет, извините. И у нас на связи говорят в Париж. Алло, здрасте. Алло. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Я хотела бы сказать алло. Алло, здравствуйте. Госпожа Дюляк, я русского происхождения очень люблю Чехова и хотела бы сказать господину, и я забыла имя в голубую руку. Александру Минкину, видимо. Что не надо исключать творчество человека без лебедо, как он говорит, выше пояса. Что значит выше пояса? Все творческие люди, начиная от Достоинского, Чайковского, Моцарта, у всех было огромное лебедо, которое воевалось в это творчество необыкновенно этих талантливейших людей. И поэтому я просто возмущена, что человек говорит, как бесполное существо. Что это значит, я так и не поняла. Начиная с Наполеона даже. Да, да, да. Спасибо. С Наполеона и с Юлией Цезаря, и с Юрия Долгорукова, и даже, я бы сказал, с Александра Македонского. Вот Александр Македонский остался в истории не тем, с кем он спал, а своими завоеваниями. Хотя и это тоже известно. Да кому это интересно? Я вам скажу, вот типичный случай. Вот эта дама чрезвычайно волнуется о лебедо или либедо, я не знаю, как правильно ударение ставить, либедо Чехова, Моцарта. Ей, наверное, важно, были ли у Моцарта любовницы, и сколько у него было проблем в этой сфере. а большинству, подавляющему, вот миллиардам людей, важна только музыка. Хорошо ее исполняет или плохо ее исполняет. Нет, все мы будем про это сейчас долго дискутируем. И вот эта дама, кстати говоря, мало на Чехова. Слава Богу, что я не знаю, как ее зовут, мы в этом смысле с ней равны. Я тоже не знаю, как ее зовут. И вот она, бедняжка, нет, лучше я остановлюсь, потому что и так все понятно. Хорошо, поехали. Рвется на связь лаборатория спиритонет петербуржская, которая пытается разговаривать с информационной матрицей Чехова. Поглядим, что у них получается. Антон Павлович. Да-да, походите, милейший. Так, на что жалуемся? Откройте мутик. А ну-ка, откройте. Шуя, ваша голову. Еще, еще, свету. Ох, какой зубастенький. Так что у вас чахотка, чесотка. Да нет, нет, у меня к вам пара вопросов просто. Вот, например, вы как-то обмолвились, что в детстве у вас не было детства. Да уж какое-то детство. Дядь вообще крепостной, а это люди суровые. Сам деспот и сына деспотом сделал. Две у меня каторги были, церковь и... И лавка отца, наверное. Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары. Ну да, колониальные. Слово колоноскопия. Это вы про что, Антон Павлович? Да это я про качество товара. Ну, неужели ни одного светлого пятнышка даже в детстве не было? Но хоть что-нибудь. Ну как же не было? Один предмет изучения, между прочим, еще раньше медицины и писательства возник. Прекрасный пол, так сказать. С 13 лет пристальнейшим образом, уважаемый. Как интересно. А расскажите... Любезный, давайте минут через 15. Мне за пару лишнего деревьев вырубить надо. Пишу продолжение пьесы. Нужно материалы прочувствовать. Ну, понеслась! Антон Павлович? Антон Павлович? Студия? Вам слово. Ну, сразу, вы знаете, вот о чем мы не сказали. Да, не было детства, но, но было что-то, нечто другое. Было море. Это очень важно. Был красивейший город Таганрог. Была степь, которую он так любил, и которую всю жизнь любил, и говорил, передайте поклон. Два края пользуются его любовью. Это Италия и степь, Донская степь. Вот им он всегда передавал поклон. Поклонитесь. Так что было, было, было. Вот вежливые какие дамы бывают. Потому что на меня вот этот сюжет своим содержанием произвел впечатление ужасное. Я постараюсь, вы же меня предупредили, матом ругаться нельзя, вот, и призывать к свержению существующего строя. Но у меня было, конечно, желание призвать. Нет, очень лаконично откомментировать. Вот это покашливание изображает, очевидно, чахотку Чехова, или звук бензопилы изображает топор, потому что вырубить, он пошел вырубить вишневый сад, рубить, пошел, и включил бензопилу. Но самое, конечно, идиотство, это когда лавка колониальных товаров якобы происходит от колоноскопии, то есть от исследования прямой кишки. Вот тот, кто это сочинил, он что хотел? Понравиться публике, остроумием своим? Я не произнес слово дурак, заметьте. Ну, может, оно и к лучшему. Хорошо, давайте вернемся к Чехову, к тому, кто он был, а никем не был. Таганрог, море, степь, довольно жуткая история с банкротством и распродажей имущества семьи. Ведь он в Таганрог потом возвращался уже во взрослом возрасте. не однажды. И бывал принят там в приличных семействах. Да, вы знаете, нет, он уже в гостинице или у своих родных там остался. Принят, это в гости приглашали. Да, 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 я просто вспоминаю, что есть несколько его, его коротких воспоминаний, о нем коротких воспоминаний, когда он на эту таганрогскую купеческую среду реагировал довольно нервно. И так очень жестко. Ну, в юности, да, знаменитый рисунок его и брата, они побывали на свадьбе у родственника, а потом в журнале появилось это очень карикатурное изображение гостей, ну, так пошутили, таганрогцы обиделись на человека. потом все это прошло. Если же говорить об одной из черт, Антона Павловича, это, конечно, его необыкновенное, иногда мне даже казалось, гипертрофированное чувство признательности. Да. Он так признателен был за все, за ласку, который был лишен, за добрый какой-то поступок в его, по отношению к нему, городу, который ему выдал стипендию, когда он учился в университете, а город ему дал стипендию. Небольшую, но как раз оплата обучения. Он ведь отплатил очень многим, я не говорю о библиотеке, которая возникла, она не возникла, но она стала той библиотекой, которой она стала благодаря тем книгам, которые он начал отправлять из Мелехова туда просто ящиками, вазами увозили книги. Благотворительность огромная. Я сказал бы еще, ух, извините, еще важнейшая черта, мне кажется, довольно редкая. Он совсем независлив, он с таким восторгом говорит о талантливых писателях, о талантливых книгах, о других, о чужих. Просто с восторгом. Ему не свойственна никакая вот эта авторская зависть и ревность. И еще одну вещь хочу сказать. Вы, наверное, уточните, но меня поразило, что он, будучи уже знаменитым писателем, когда была назначена всероссийская перепись населения, взял сумку, карандаш и пошел пешком по деревням из избы в избу переписывать. Вот успешные писатели, богатые люди есть и сегодня и даже могут на митинг выйти. Но покажите мне одного сегодняшнего успешного писателя, который бы день за днем пошел обходить деревни, месить грязь буквально к больным людям в том числе, которые черти чем больны, начиная с глистов, пошел бы обходить дом за домом переписчиком рядовым, абсолютно рядовым переписчиком. Сколько он ходил? Не совсем рядовым, Александр. Это как раз совершенно верно. Он был поставлен над десятком этих переписчиков, а это были священники, учителя, И сам ходил тоже. сам, конечно. Он не то, что вот собрал, рассказал, как надо делать Сел в колясочку и уехал. Нет, он ходил день за днем по грязи под дождем переписывал. Еще одно обстоятельство. Почему? Собирал материал, интересовался людьми? Долг, гражданский долг. Долг, при этом, заметьте, Александр, вы помните об этом, что он в это время, именно в эти дни, в январе 1897 года, был не просто болен, как часто болел. А ведь буквально через несколько недель случится то самое кровотечение в ресторане во время обеда с Сувориным, которое, в сущности, сразу изменило его жизнь. и это было как раз во время переписи. А сколько ушло времени на то, чтобы обучить этих переписчиков? А сколько ушло времени на то, чтобы обработать их бумаги, которые они к нему приносили? А еще учтите, что люди, к сожалению, ну извините, ради бога, довольно тупые попадаются очень часто. Их очень трудно научить. Учить трудно. Ужасно трудно. Проще самому сделать. И при этом еще одно. Те, кто должен был поофициально отвечать за это, земские начальники, один из них, они просто умывали руки, они сидели в Серпухове и занимались своими делами, а вот он должен был все это делать. Действительно, чувство долга. То есть, смотрите, и его врачебная карьера, это ведь тоже часть вот такой работы, да? Не карьера, Александр. Не карьера. Не карьера. Ну, пупище. А еще какое горькое, какое серьезное. Я однажды попыталась составить список болезней, которые он лечил. Лечил. Серьезный случай он отправлял. Ведь это все. Это педиатрия, это терапия, это женские болезни, то есть гинекология. Не было ни одной сферы вот медицинской, в которой бы он не должен был бы оказать эту помощь. Он должен был. Просто вот никуда не денешься. На форуме спрашивают, а врач-то он был хороший? Хороший. Гениальный диагност. Хороший. И навоострился так лечить, пишет он. Да, что? Ну, он пишет, кого он пишет, Суворинова? Холера, да. Холера была. Холера, извините, понос. Симптом. Не в том числе, а первым делом. Ну, рвотый понос. И вот он пишет Суворину, что так навострился лечить, что вот приходит человек с поносом день-два и уже шел. Ну, шутит, конечно, но тем не менее, правда. И он был гениальный диагност Александров. Это редчайший талант вообще среди медицинских талантов. Я приведу вам только один случай, а это был не один. Соседний помещик, управляющий приезжает и жалуется на нездоровье своей жены. Чехов начинает внимательнейшим образом расспрашивать и задает вопросы о микросимптоматике. Цвет глаз, цвет кожи, характер на... Вот то, что сегодня так у нас популярно. И говорит, вы знаете, мне кажется, что вот это. И оказывается, прав. Другой также приезжает. Другой случай жену... Диагноз по Езерпику теперь это называется. Женщину везут в Париж, там делают обследование, то, что в Москве и в Питере не смогли. И все подтверждает диагноз Чехова. Ну что? Наконец-то! Я помню, он хвастался тем, что правильно определил болезнь Лескова, которую неверно диагностировали. Вот послушайте, вот послушайте. Значит, я сейчас все это время листал и МК, и вот этот журнал, эту книжку, все искал цитату, потому что я твердо знал, что она у меня где-то есть. И вот я ее нашел. Это Чехов, во-первых, если бы это сейчас писатель написал, сказали бы, ну, это русофоб. это в трех сестрах, брат этих сестер Андрей говорит о своем городе. И Вершинин, подполковник Вершинин говорит о городе. Вершинин говорит, ну, среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и глупого, да попробуй сейчас скажи, какое высокомерие скажет. Он говорит, что таких, как вы, сейчас только три, потом их будет шесть, потом двенадцать. Такие, как вы, станут большинством, когда-то, через тысячу лет. А пока что население отстало и грубое. А вот, что я искал, Андрей говорит, который учился и мечтал быть профессором Московского университета. И кончилось тем, что он работает в городской управе, а начальник его, любовник его жены, и все об этом знают, ужасно, ужасно. И он не уверен, что его дети, это его дети. И вот он говорит потрясающую вещь. Город наш, в нем сто тысяч жителей и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника, ни в прошлом, ни в настоящем. Только едят, пьют, спят. И чтобы не отупеть от скуки, разнообразить жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, с утяжничеством. А жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат. И неотразимо пошлое влияние гнетет детей и искра Божия гаснет в них. И они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери. Вот я жучею фразы, не знаю даже у Достоевского, когда он говорит неотразимо пошлое влияние гнетет детей. Интересно, как Чехов сам себя-то сделал. Искра Божия. Видите, да, о чем он говорит? Эти уже кончены, взрослые. Ну, все. Но они же и детей же губят. Это все. У нас на связи в Санкт-Петербург еще один чеховед, Игорь Сухих, автор книги «Чехов в жизни. Сюжеты для небольшого романа», который... Я не успел одну фразу сказать, что ведь это в точности написано как будто сию секунду. Это никак не 19-й век. Это 21-й уже век. И в этом смысле о пошлом влиянии и гублении, как сказать, губим искру Божью в детях, это просто сейчас сию секунду происходит. Увы. Да. Игорь Николаевич, что за характер был у самого Чехова, как он себя выделывал? Добрый день. На самом деле еще в одном из писем Чехов говорит, что у меня вот характер от дедушки, а он был такой яростный крепостник. То есть вот тот образ Чехова, который мы представляем, истинного интеллигента, это результат очень долгой работы над собой, хотя иногда вот в каких-то поздних мемуарах раскопит совсем другой. Очень мучительно переживающий свой провинциализм, изживающий свой провинциализм по капле выдавливал из себя аромат. Это и есть вот этот постоянный и мучительный опыт сотворения себя как нового человека. Я хотела добавить тому, что сказал Александр. Замечательное вы привели цитату из «Трех сестер». Но только мы, и зритель понимает, и мы с вами знаем, кто пьет и кто пропил этот дом, кто проиграл его в карты. Андрей, вот этот самый. Совершенно верно. Кто мирится с присутствием любовника своей жены в своем доме? О, боже мой. Андрей. Да? Это и ужас. Он все понимает. Совершенно верно. Да, да. Так в том-то и дело. Люди все понимают. Вроде бы Филипика направлены в адрес кого-то вообще. А он вроде бы и ни при чем. Но ведь весь ужас этого монолога страшного в том, что это о себе. Конечно. Но Чехов-то из этого однообразия, единообразия ведь вырвал себя и вот той благотворительностью в адрес города, о которой вы говорили, и некоторым выстраиванием своей жизни. Вы знаете, вот я выскажу одно мнение свое или наблюдение, даже не знаю, но согласитесь ли вы с ним. Вот эту цитату о выдавливании себя по капле раба, которую очень часто я слышу сегодня, без конца мы все почему-то и всех призывают. Выдавливайте себя по капле раба. Почему-то говорит человек, который всегда нас к этому призывает, как будто бы себя не относит к тем, кому надо выдавливать. Он уже выдавил. А вот мы должны. Но я хочу сказать следующее. Вы знаете, мы, по-моему, не то чтобы заблуждаемся, но тем не менее, мы считаем, что Чехов вот без конца, то есть многие, немногие, точнее, десятилетия, отведенные ему, вот изживал в себе провинциализм. Я слышала эту точку зрения, что он выдавливал из себя раба. Мне кажется, что он родился свободным человеком. Такое есть и такое бывает. У него врожденное чувство, то долг, о котором говорил Александр, врожденное чувство признательности, врожденное чувство справедливости, врожденное чувство. То есть это означает, что все его, все, кто жил в Таганроге в то же самое время, были просто обречены. Раз у них не было врожденного чувства, благородства, признательности, изящества, литературного дара. Значит, во-первых, действительно, фраза эта, вот, насчет выдавливать по каплю рову, затаскана ужасно. Ужасно. Затаскана. Загрошусь. Как грибоедовские, как пушкинские фразы. Меньше женщинам и больше. Александр, вернемся к Чехову. Чего там всю жизнь выдавливать, когда личность формируется к трем годам, а к пяти уже совсем. И потом можно только, ну, чуть-чуть скорректировать путем больших усилий. Поэтому, если уж, господи, русская пословица, ребенка надо воспитывать, пока он поперек кровати лежит. Да, поперек лавки. Поперек лавки. Ну, поперек лавки. Ну, неважно. Все понятно, о чем. Понятно, о чем речь. Не придирайтесь к лавам. Поддержу Александра. Понятно, о чем речь. Так, его образом. ребенок Чехов. Всего ему 10 лет. Ситуация, в которой он совершенно не был виноват. И, точнее так, он обидел, его обидел Александр, старший. Здорово побил и не за дело побил. И Антон пошел в лавку. И, конечно, Александр представил, что сейчас он нажалуется отцу и будет трепка, потому что к Александру у отца было особое отношение. И Александр много лет спустя пишет ему, ты прошел мимо меня, да, потом ты вышел и ты прошел мимо меня с таким видом, не пожаловался. И Александр кончает это письмо. И я не знаю, почему заплакал. Понятно, почему заплакал. А это ребенок. Ребенок. Благородство врожденное, в общем-то, вещь. И если его не погубят, оно врожденное, человеку, как это называется, имманентно, что ли, присуще, да? Присуще, имманентно, внутренне. Его губят. Не то, что воспитывают благородство. Его, вот оно врождено человеку, отроду. Любому. И обстоятельства, и влияние, конечно, родителей, а теперь еще и всяких электронных средств, оно губителено. Губителено. И это просто выжигается, это благородство, и от него ничего не остается. А случайно может уцелеть. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, алло. Я хотел бы сказать несколько слов чехов, который был борцом против ансимитизма. Очень важно сейчас. У нас здесь, в Нью-Йорке, были изданы некоторые работы, которые объявили, что чехов якобы в своих произведениях, таких как Иванов, там, скрипка Орчельда, что он был против евреев, это неправда. Ложь. Чехов был одним из русских интеллигентов, боролся против ансимитов. Надо вспомнить его знаменитое письмо, кто он писал. Чехов был антисимит. Спасибо. Причем именно решается оттуда. Поскольку я тут, как это сказать, причастен, причастен исторически, лучше вы что не скажите. Вы знаете, я, естественно, знаю, слышала эту точку зрения, что Чехов якобы был антисимитом. В доказательствах приводят выражения из его писем, но, во-первых, в те времена слово это не было столь оскорбительным, как сегодня, и вы можете это слово увидеть и у Пушкина, и у Достоевского, и у всех наших русских писателей. Она в ровном счетом не означает их антисимит. Нет, ну, тут скорее вопрос действительно о его позиции. Совершенно верно. Во-вторых, он вырос в Таганроге, в этом смешении национальности, где были все и все. Что же касается, был ли он действительно антисимитом, если иметь в виду как идеологию, как некую систему воззрения. Конечно, нет. Более того, если вы будете внимательно читать тот, кто читает внимательно его письма, как подчеркнуто, подчеркнуто, не просто вежлив, а уважителен он к тем своим корреспондентам, когда понимает и чувствует, что малейшее какое-то нарушение. Я уже не говорю о знаменитом деле Дрейфуса, когда Чехов, один из немногих русских писателей, кто вообще дал оценку и позиций нового времени, и не только позиций нового времени, кто... Надо сказать просто, что позиция нового времени, когда вы говорите, вы говорите, это так, как будто все все знают в языке. Ну понятно, да. Новое время — это газета. Да, причем... Новое время — это газета. Довольно жестко антисемитская, довольно жестко занимавшая жесткую позицию в деле Дрейфуса, с которой Чехов сотрудничал, дружил с ее владельцем и главным редактором. Понятно. И вот вам понятно, а не всем понятно. Нет, нет, нет. Вот просто давайте договорили до этого места, давайте двигаться дальше. Надо ориентироваться на тех, кто не знает. Так вот, сказать что-то против своей газеты, против своего друга-владельца газеты, это не так просто. Да, мы согласились. А он говорил о том, что позиция нового времени отвратительна. Отвратительна. И он говорил об этом, и об этом есть множество свидетельств о том, какую позицию. Дальше Чехов, который вообще вникал в это. Вот вы спрашиваете о его свойствах, о его личности. В той вакханалии мнений, суждений, а мне вот, когда эта книга готовилась, и вот сейчас из-за летописи, пришлось погрузиться вот в эту русскую периодику того времени и в зарубежную, что писали и как выступали газеты, чтобы понять, Чехов был одним из немногих, кто сразу сказал, Дрейфус невиновен. Это надо было понять и написать и говорить все время невиновен, невиновен. так же, как он встал тут же на позицию в процессе Золя, в защиту Золя. В то время как в Новое время. Дело Дрейфуса в тот момент было самое знаменитое в мире судебное дело. знаменитая карикатура, когда там на семейном ужине военачи Дрейфуса все-таки это как сейчас какой-нибудь фильм «Невинность мусульман», который вдруг становится центром мирового внимания. Из-за этого начинаются погромы, поджоги, взрывы и так далее. Но что я хочу сказать. Вот вы правильно сказали, как он написал про эту отвратительную позицию Нового времени, но тут надо акцентировать одну важную вещь. К нему никто не подбежал с микрофоном и не спросил. Пишет это в частном. Его никто за язык не тянул. Он мог бы просто отмолчаться. Если бы он был, знаете как, есть люди, которые внутренние антисемиты, но внешне соблюдают правила приличия и не говорят. Или там, скажем, они терпеть не могут негров. Но они так не говорят. Они это из вежливости и соблюдая приличия не говорят. Так вот, Чехов, будучи внутренним антисемитом, не стал бы по собственной воле. Его же никто за язык-то не тянул. Да, это понятно. Это важно. Смотрите, мне вот что в этой истории кажется интересным и странным. Вот мы видим Чехова, гимназиста, распродающего семейное имущество. Вот мы видим Чехова, автора ранних юристических рассказов. Такого, в общем, с замечательным псевдонимом человек без селезенки, человек, который может хохотать сколько угодно, у него ничего не заболит. И вдруг мы видим Чехова, высказывающегося по серьезным вопросам современности, драматурга, автора, безусловно, самых значительных русских пьес за все время существования русской драматургии и в мире самого признанного и самого до сих пор ставимого. Вот мы видим Чехова, участника, постоянного автора МХАТа, самого значительного театра этого времени. Каким образом, каким образом вот этот юморист-паденщик вдруг становится этим мыслителем и участником самых острых, самых значительных пищей? Нормальный путь, нормальный путь. От заметок в газете до сильнейших романов это и Хемингуэй, например, и мало ли кто еще. И еще одно, мне кажется, важно. Вы знаете, есть такие личности, наверное, Чехов принадлежал именно таким личностям, которым дано, а потом уже это подтверждалось и его диагнозом, дано ощущение краткости своего пребывания на этом свете и их внутреннее человеческое умственное духовное развитие рассчитано на этот краткий оно идет так интенсивно, как ни у кого другого. Чехов в Амхате вообще отдельная тема. Это и в литературном смысле необыкновенно интересный период, самый значительный, конечно, его период, и в личном смысле очень интересный период. Сейчас у нас как раз говорят на связи Германия, Майя Осина-Туровская, автор книжки про Леонарду Книпер-Чехову, Майя Осина, ходит мнение, в общем, не буду ссылаться на автора, не буду ссылаться на конкретных авторов, говорят, что Книпер была просто возможностью привязать Чехова к МХАТу, что это чуть ли была не такая операция, привязывание популярного и перспективного автора к театру. Алло, вы знаете, это вопрос из современности, заданный в совершенно другое время. Это есть просто сам по себе вопрос с точки зрения того времени абсолютно некорректный. Конечно, они хотели Саниславской и Мирович, чтобы Чехов писал для художественного театра. Что естественно. Они этого и не скрывали, они к нему обращались, они у него бросили пьесы, это, естественно, и нормально. Во-первых, вы забываете, что Чехов шел на провинциальных сценах до художественного театра, но понятие театр Чехова вообще сформировался к художественному театру. Так что в этом заинтересованы были обе стороны, более-менее одинаково. При всех расхождениях, которые были между ними в процессе постановки пьесы. Это современная циничная точка временного искусства. Она к тому времени не имеет никакого отношения. Спасибо большое, Майорист. На самом деле вот этот брак с Ольей Леонардовной, он же такой очень, ну, со стороны, об этом очень много писали современники, смотрелся очень странно, как-то так прохладненько. прохладненько что? Их взаимоотношения или что? Да. Ну, это еще один вопрос, вокруг которого, если не кипят страсти, то, по крайней мере, такой разнобой мнений, что же такое было Акнипер в его жизни, какую она роковую или нероковую роль. Но давайте сейчас вот уже не столько Акнипер, сколько о нем самого. Конечно. конец жизни, он же прекрасно понимает, что ему отведен уже кратчайший срок. Как хороший диагност, он знает свой срок. Все он прекрасно, он даже и предсказал его, он примерно сказал, когда, он сказал, через пять лет, в 99-м году, четвертый год был назван, назван, он сказал, мне осталось пять лет. Ну, так вот. И вот сейчас говорила Майя Осиповна о театре, действительно, театр сам хотел, чтобы он стал его автором. И вспомните, ведь Ольгу Леонардовну он увидел на репетиции царя Федора, и она задела его. Он сказал, в эту Ирину, если бы я остался в Москве, я бы влюбился. И женщина действительно была интересная, молодая, совершенно не похожая на женщин из его круга. И не похожая на актрис. Другой вопрос, другой вопрос, что же, в конце концов, из этого всего вышло? И тут Александр по-своему прав, что, когда читаешь переписку Чехова с Книпер, то, ну, если, я не могу сказать фальшь, но вот то, как она играла роль жены Чехова, удавил бы. Нет, она плохо играла. Но играла. Я сейчас скажу, значит, с Чеховым, как ни странно, произошла очень такая вещь неприятная. мы, к сожалению, сейчас опять втягиваемся в разговор об интимной стороне жизни, но все-таки останемся выше пояса. Значит, есть такая распространенная такой казус. Человек, как вы правильно сказали, видит на сцене кого-то, и она играла Ирину. То есть он влюбился не столько в Гнипер-Чехов, сколько в Ирину. Понимаю. И Ирину играет вот эта женщина. И идет совпадение такой. Александр, погодите, погодите. Надо или не надо вдаваться в детали. У меня есть еще один козырь в рукаве. У меня на связи профессор Дональд Рейфилд, автор биографической книги о Чехове. который довольно много работал со всяким материалом, вводил материал. Пошляк, ужасный пошляк. Какой он профессор? Нет, он хороший профессор. Господин Рейфилд, здрасте. Мне раньше казалось, что Чехов боялся биографов. А вдруг оказывается в архивах, что каждый клочок бумаги он все-таки хранил. Так что все было бы в полной сохранности. Даже такие письма, которые нормальный человек сразу выбросит или сажет. Такое отношение, где я все говорю о его болезнях, о его романах, о минутах жестокости, которые он вообще проявлял, это кажется некоторым кощунством, опошлением. и тот факт, что Чехов, когда он был с мужчинами, часто пользовался непечатными словами, это тоже шокировало. трешил всех, и нам, конечно, в самый раз. Маньяк сексуальный. Спасибо большое. Я не знал, что нам предстоит вот эта встреча. Я вам хочу сказать, когда я написал про Чайку, я написал главу, эта история про Чайку вышла в восьми номерах МК, восемь страниц МК. И у меня была глава про этого Рейфилда, и я ее выкинул просто потому, чтобы не вызывать у людей отвращения. А недавно, поскольку он продолжает где-то высовываться, вот как сейчас выскочил на экран с разговорами о каких-то непристойностях, я напечатал ту главу, она называется Чехов для пошлых. Я ее не... Вот это МК, и вот эта заметка про Рейфилда, про этих биографов, которые копаются даже не в белье, а уже в анализах, знаете, вот как лаборантка в поликлинике, но там-то лаборантка в поликлинике ищет, чтобы вам помочь, а этот просто, чтобы смаковать. И он сам, вот этот тип, который только что был у вас на экране, он сам в своих интервью рассказывает, что когда он сдал своему издателю биографию Чехова, то издатель сказал, о, вы специалист по писателям с сексуальными проблемами, напишите нам теперь про Стринберга. Это абсолютный старый сексуальный маньяк, который в письмах Чехова... Хотя книжка, по-моему, очень тонкая и... Александр, совершенно не сводящаяся к сексуальным проблемам Чехова... Ничего нового про творчество Чехова он не сказал. Он просто вытащил, чем Чехов болел, от кого была беременна Книпер, вниматочная была беременность или невниматочная, он просто вот копатель в дерьме. И напрасно вы его таким образом еще и по Первому каналу отрекламировали. След за, кстати, Андроном Кончаловским Михалковым, который не нашел ничего умнее, как в передаче знаменитой «Что, где, когда?» вылезти на экран и говорит, вот я вам сейчас подарю за правильный ответ и назвал вот этого профессора и его отвратную книжонку. Извините. Ну, вы знаете, ради справедливости я должна сказать, что, конечно, профессор Рейфилд действительно профессор, и он очень хороший преподаватель, так что его профессиональные качества вне сомнения. Что же касается книги, у этой книги, вы правильно сказали, очень много поклонников в театральном мире. Я знаю, что она нравится Олегу Табакову и вообще многим нашим театральным деятелям. И не только театральным деятелям. Тут, может быть, сейчас даже не будем вдаваться, кто конкретно, но, вы знаете, в чем дело еще, Александр? Позвольте мне сказать, наша чаховеденье заслужила эту книгу Рейфюда. Объясню, почему. Потому что она долгие годы, долгие десятилетия. Чеховеденье заслужила, а мы-то чем провинились? Хорошо. Мы говорили сегодня о... Жалко мало времени. Мы говорили сегодня о... Пытались говорить сегодня о человеке Чехове. И оказалось, что у нас по-прежнему, вот очень важно то, что сказала Альфа Кенполовна под конец, у нас по-прежнему есть очень большое отторжение возможности разговора о человеке Чехове. Чехов для нас в большой мере портрет со стенки, который написал все тексты и исчез. Мне это кажется несправедливым. Чехов своей жизнью едва ли не больше, чем своими произведениями, показал, что такое становиться человеком в сложных, порой невыносимых обстоятельствах. Что такое оставаться человеком. Что такое быть замечательным человеком. спасибо. Это была программа ЖЗЛ. Смотрите нас каждое воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова